Медицина на полуострове развивается. Так или иначе, свою лепту в это дело вносят и волонтёры. Сейчас об этом подробнее поговорим с нашим гостем. А в гостях у нас сегодня Анатолий Олейник, главный врач Республиканской детской клинической больницы. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время в своём плотном графике посетить наше утро. Расскажите, пожалуйста, в чём же такая необходимость? Ну, в нашей больнице сейчас развернуты специализированные палеотивные койки. Это дети, которые нуждаются в серьёзном уходе. И возможности, так скажем, охватить их вниманием и заботой всегда очень сложно, потому что медперсонал занимается, помимо, так скажем, психологической и социальной помощи, он занимается ещё и медицинской помощью. Среди этих детей достаточно большое количество детей, где-то они составляют около 40%, это дети, лишённые родительской опеки. И естественно, что этим детям необходим ещё и дополнительный уход и внимание. Поэтому у нас существует служба, существует, так скажем, фонд, который занимается именно оказанием волонтёрской помощи. И именно дети получают эту помощь за счёт волонтёров. Но, знаете как, помощи никогда не бывает много, поэтому в этом есть всегда необходимость. И мы всегда приглашаем людей ответственных к сотрудничеству с республиканской детской больницей. И поэтому всегда будем рады общаться и делать для детей всё максимально лучше. Скажите, пожалуйста, а вот родителям требуется какая-то помощь? И оказывается ли у вас? Потому что ребёнок попадает в какую-то сложную ситуацию, заболел. И нужна ли родителям в этот момент помощь? Ну, мы работаем в системе обязательного медицинского страхования, вот так называемого ОМС. К сожалению, на эти вещи финансы не выделяются. То есть наличие дополнительных психологов, которые бы оказывали эту помощь родителям, не практикуется. Но сами врачи-педиатры, по сути, они психологи. Ведь мы работаем фактически с пациентом. И чаще всего нам приходится проводить психологическую работу с родителями. Но такой профессиональной помощи, конечно, просто она не финансируется. Поэтому этот вопрос нужно было бы решать на более высоком государственном уровне. Какие ещё важные знаковые аспекты в лечении именно в палеотимном? Ну, сейчас эта служба фактически только развивается. Хотя первый приказ по созданию палеотимной помощи были в 2016 году ещё на территории Республики Крым, когда были созданы первые палеотимные койки на базе Республиканской детской больницы. Сейчас уже вышел приказ с 2019 года, который уже более чётко регламентирует работу палеотимной службы. У нас на базе Республиканской детской развернуто три койки реанимационных, на которых оказывается самым тяжёлым деткам палеотимным. И имеется ещё семь коек в двух отделениях. Это в отделении неврологии и в отделении соматики. К сожалению, процент палеотимных детей наиболее больше – это именно неврологическая патология. Это последствия тяжёлых врождённых пороков на развитие или же черепно-мозговых травм и различной неврологической патологии. Но существует много масса заболеваний, которые приводят детей к палеотимному статусу. Ну, сейчас эта служба достаточно начала хорошо финансироваться. То есть закупается необходимое оборудование – это и элементы ухода, и сложное оборудование – это аппараты ИВЛ, компрессоры для кислорода, отсосы различного рода аппаратура, которая мониторинговая. Всё это сейчас, в общем-то, имеется в наличии Республиканской детской больницы. Поэтому служба развивается. Вот ждём в следующем году по программе ФЦП будет проводиться ремонт больницы, и там в этом ремонте заложено уже строительство отдельного палеотимного отделения на 7 коек. Это не может не радовать. А скажите, пожалуйста, вот как понять, что волонтёр вам подходит? Потому что это же особый уровень работы с детьми. Для работы с детьми нужны какие-то определённые навыки. То есть вы проводите какие-то, может, обучающие программы? Если человек просто вот с улицы пришёл и говорит, я хочу вам помогать. Нет, ну существует фонд, который занимается вопросом именно от обучения и общения с волонтёрами. Помимо этого требуется санитарно-эпидемиологическая книжка. То есть потому что человек будет работать на территории больницы, он должен быть здоров, чтобы не переносить опасности другим детям и тем, которым он оказывает помощь. К сожалению, такой специализированной службы по подготовке от волонтёров нет. Как правило, это люди просто неравнодушные, которые хотят помочь. Но в процессе ухода, то есть по большому счёту, они больше всего осуществляют именно уход за этими детьми. Они не совершают каких-то лечебных манипуляций. Для этого существует специально обученный медперсонал. Но вот элементы ухода за детьми, это да. Ну, здесь есть некоторые нюансы, конечно, со сложными детьми, есть сложности даже в личной гигиене и в уходе. Но люди, как правило, справляются. И вот по основному представителю этого фонда, который с нами работает, это всё-таки уже более взрослое поколение, то есть уже имеет какой-то жизненный опыт. Анатолий Васильевич, желаем вам удачи в вашем непростом, но достойном деле. Ну, а нашим телезрителям хочу напомнить, что это утро вместе с нами встречал Анатолий Алини, главный врач Республиканской детской клинической больницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова